так ребятушки всем привет значит решил поделиться с вами своим опытом значит сейчас активно изучаю java да там особенно фреймворк spring и в общем как вы наверное знаете когда учиться самостоятельно там не в группе то есть не в школе не в университете то все это приходится короче очень сложно усваивается информация да то есть чтобы там школе или где-то университете я там одну лекцию послушал дальше нам дали домашнее задание мы там решаем если решить не можем да естественно мы общаемся потом с одноклассниками но опять что значит общаемся даже если вы списываете то вы можете спросить там а почему ты это сделал так почему эту формулу используя как решаешь и вам объясняет уже дорогой человек и таким образом да у вас информация усваивается намного быстрее даже если вы что-то списали но в моем случае да как бы учусь индивидуально что я использую в обучении опять же вот это была одна из методик образования то есть вы слушаете лекцию потом читаете книгу вы решаете задачу то есть делаете какую-то практику по всем этом и так далее но есть еще одна методика называется она методика фейм на вот в общем ее очень активно применяют то есть что в чем заключается ее суть это когда вы что-то выучили да и считаете что вы уже все поняли то попытайтесь объяснить эту же тему кому-то другому то есть в чем заключается ее суть то что вы реально не просто запомнили да там как все сделать а реально поняли как все это работает то есть когда вы если вы сможете объяснить эту тему другому человеку желательно чтоб человек был но в этой теме вообще не разбирался с полного нуля и после вашего объяснения он все поймет то значит вы действительно поле поняли эту тему вот но эта методика феймана она может по-разному называться там перту пер то есть взаимное обучение да там вот кстати можно сказать это идеальный вариант когда вы там пошли на лекцию а ваш друг не пошел вы все поняли да там решили а он как говорится дупля не отстреливает как все это делать вот когда вы начинаете это объяснять своему товарищу вот это и самое скажем так наглядное применение методики шейхмана да вам кстати книги я тоже читаю вот поэтому так как я изучаю спринг и джаву в частности до объяснять мне в принципе никому потому что никто этим кроме меня из моего окружения не интересуется более того никакого окружения у меня нет в силу известных причин поэтому все что я там понимаю я потом объясняю подписчикам своего канала хьюстон у нас проблемы то есть там канала программирование в основном там всякие прикольчики есть ну все что связано с компьютерами с программирование так далее в общем если вам интересна эта тема подписывайтесь на канал хьюстон у нас проблемы тому же там 18000 подписчиков и уже получается 770 видео целых вот там есть разработка программ на джаве под платформу android то есть вы можете да там сделать какую-то игру программку и установить не только себе на телефон но и своим друзьям ну то есть реальная польза возможно и будет какая от всего этого ну ладно это мы отвлеклись в общем тема этого видео это методика обучения шейхмана там ее разделяет в принципе на три шага где-то на 4 но суть как я уже сказал ну вот научите этому ребенка то есть ну как я это сказал это попытаться объяснить то что вы поняли какому-то другому человеку ну тут как бы пишется ребенка в том плане что ребенок скорее всего в этой теме не разбирается так второй шаг повторите ну и третий организуйте и упростите то есть это имеется ввиду что сложные термины надо рассказать максимально просто как говорится своими словами ну и вот не обязательно это поделитесь ну то есть уже объясните не только одному человеку но и многим другим то есть в моем случае вот все свое понимание я выкладываю на этот канал так на этом наверно все в общем ссылочка на канал хьюстон у нас проблемы в описании поэтому подписываемся ставьте лайки а но и опять же если ссылочки не будет да потому что ссылочки обновляется они становятся неактивными просто заходите в youtube вбивайте хьюстон у нас проблемы и вот такой вот у вас должен быть иконочка высветится значит вы зашли туда куда надо так на этом все ставим лайк и подписываемся до курсы я смотрю на udemy в общем где я только не смотрю если меня какой-то интересует материал я пользуюсь всеми возможными источниками этой книги и udemy какие-то другие платные и бесплатные платформы для образования кстати если платформа бесплатная это не значит что она хуже чем платная кстати очень часто бывает что на платных платформах да или там системах обучения вам дают на когда вы изучаете материал чтобы изучить вам дают ссылочки как раз на бесплатные источники то есть единственное что занимается платная до система она как бы концентрирует организует материал выдает его систематически последовательное и так далее но все то же самое вы можете найти бесплатном доступе так что желаю вам удачи в обучении все что вы не учили ну и если вы не можете запомнить какой-то материал воспользуйтесь методикой шейхмана ну или пир-то пир может еще она может встречаться по-разному называться по-другому но суть сводится к одному на этом все ставьте лайки подписывайтесь всем пока